Региональное министерство финансов отчиталось по итогам работы за прошлый год перед депутатами законодательного собрания. По подсчетам, за прошлый год бюджет Ульянской области значительно вырос и достиг рекордной суммы – 52,6 миллиардов рублей. Если бы нам кто-то сказал в 2004-2005 году о том, что у нас будет такой бюджет, мы бы, конечно, посчитали этого человека фантастом, так скажем. Сегодня мы говорим о том, что здорово, но этого нам не хватает. Нам нужно значительно больше. Консолидированный бюджет, то есть общий с муниципальными образованиями, тоже заметно вырос. Доходы составили 58,4 миллиарда рублей. Это почти на 5% больше, чем в 2016-м. Сейчас главная задача для ведомства – это сбалансировать бюджет. В 2017 году золотой середины между доходами и расходами добивались с помощью пяти направлений. Эта же схема применима и к текущему году. Первая очень важная задача, и она была озвучена Сергеем Ивановичем, это обеспечение стабильности налоговых поступлений. Это первоочередная задача, и мы совместно с вами весь 2017 год очень активно над ней работали. Вторая задача – это повышение эффективности расходов. И здесь, конечно же, и наша программа оптимизации расходов, которая действовала как на областном уровне, так и на муниципальном уровне, она дала определенные результаты. Третья задача – это сохранение безопасного уровня долговой политики. Четвертая – реализация нового этапа развития межбюджетных отношений. И пятая задача – это прозрачности, открытость бюджета и бюджетного процесса для общества. Губернатор наградил и активистов, которые принимали участие в проекте «Поддержка местных инициатив». Среди них оказался и сельский староста Юрий Гордеев. За счет государственных субсидий под его руководством село Каргина изменило свой облик до неузнаваемости. Новый парк освещения и скамейки с урнами улучшили вид родного края. За особые старания Юрий награжден благодарственным письмом. Мы из свалки сделали народный парк. Теперь в нем отдыхает народ, с детьми приходят, приезжают из городов, из других деревень. За год существования проекта было воплощено в жизнь 82 инициативы. Кто-то отремонтировал дом культуры, кто-то установил водопровод. Поэтому при формировании областного бюджета на этот год было решено выделить 120 миллионов рублей на дальнейшее развитие проекта. Виктория Черкова, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.